Такую свечу называют окопной или миниатюрным костром. Она намного дольше горит, чем обычная, целых 8 часов без перерыва. Не погаснет от ветра и дождя, да и дыма не видно. В условиях, когда нужен свет, но нельзя, чтобы тебя заметили, окопная свеча – вещь очень нужная. Она помогает согреться, сушит одежду, на ней можно подогреть еду. Для бойцов СВО целую партию свечей готовят ребята из Дьяконовской Веневской средней школы. Растопленный парафин они заливают до краев консервные банки с фитилем из картона, а потом обклеивают символичным триколором. Это уважение к нашим бойцам. Все-таки они сейчас находятся там, сражаются за нас, все-таки за наше поколение, за всех граждан России. И понятное дело, когда мы это все собираем, просто представляем, насколько они рады даже такой помощи. Помогает бойцам СВО волонтерский школьный отряд «Мы вместе» почти год. Находят время для доброго дела на переменах и после уроков, мастерят не только окопные свечи. Готовят и десерты из сушеных яблок, собирают сухой душ. Для этого подходит дачный геотекстиль, который используют для укрытия рассады, и специальный гель. Такие губки заменяют мочалку. Она обильно мылится, а пену смывать не нужно. В общей сложности юные помощники уже сделали 2000 свечей, 10 килограммов десерта и 300 штук сухого душа. На самом деле в Веневе очень много таких людей, которые собирают эту гуманитарную помощь. Нам привозят школы, у нас 18 центров образования, которые все привозят помощь гуманитарную. Есть еще предприниматели, которые также на постоянной основе оказывают эту поддержку. Бойцам, которые находятся за ленточкой, сейчас помогает вся Тульская область. В Куркино тоже делают сухой душ, в щеки нашьют маскировочные костюмы. В Плавске и Заокском районе добровольцы плетут сети. Подключились к этой работе и в Кимовске, и в поселке Иншинский. В Туле женщины сушат овощи и собирают супы. Главное, все делают своими руками и с большой любовью. Такой вот добровольный вклад в большое дело. Анастасия Орел, Вярел, Флоря, Первый Тульский.